Очень креативный человек и такой созидатель, помимо того, что он замечательный, комический арт. Привет, сегодня выпуск про актера дубляжа, Александр Баргман, голос Вуди из истории игрушек и Джека Воробья из пиратов Карибского моря. Так что не забывай ставить лайк и подписываться на канал. Калифорния станет штатом через три месяца. И? Властям понадобится помощь в поддержании порядка. Слушай, я знаю, что ты думаешь, но... Лена, послушай, еще чуть-чуть, и я покончу с этим. Лена. Нет, 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 я ничего не забыл. Правда? Правда. Ну и как зовут его учителя? Ответить нетрудно, мистер, брат... Отец Кин, Джин, хуфер? Ладно, у меня память плохая, и что это доказывает? Что ты не знаешь своего сына. И что еще хуже, он не знает тебя. Что же я должен сделать? Жить как богатый сеньор весь день, командуя прислугой? По-твоему, я так живу, да? Командуя прислугой целый день? Я хочу сделать заказ. Что вам подать? Так, мне три порции куру с чесноком. А еще? А еще три порции белого риса. А еще? А еще... О, эй, чуваки, суп будет? Вот его. Так, три порции вантонского супа. А еще? И пирожки с предсказанием судьбы. А еще? Ну, пожалуй, хватит. А еще? Нет, это все! А еще? Вообще все! Я, я типа больше не хочу! А еще? А еще, а еще мне, а еще мне, я уже все заказал, ясно? Что, слов нет, а? Порой ты входишь в дверь, один взгляд вокруг, и все, запал. Понимаешь, это мое. Что сказать, мечта? Искали именно такой дом. Момент, мистер Коулман. Я показывал вам дом на Сикамор-стрит, и там розетки кишат, как тараканы. Верно, их там много. Да, ну ступеньки крутые. Дайте мне объяснить, я найду этот дом. Ведь я обещал найти для вас идеальный дом во что бы то ни стало. Цель Эверс и Эверс, чтобы вы были счастливы. Как Эверс и Эверс. О, простите, я отвечу на звонок. Да, безусловно. Я сочувствую, у вас были планы, и они... Ну, Хач, еще вопросы есть? Да, можно задать вопросик. А ваш знак? Нет, что вы, это не так. Вы очень даже нам помогли, было очень... Что-нибудь еще? А? Хватит. Да, Даша, привет. Да, мы с Маркусом просто... Мы хотели сказать спасибо за такую возможность. Нет, не хотели. Да, да, мы вам очень благодарны. Ну, просто они остановились перекусить. Он врет, как алкоголь. Да. Ау. Два-три часа максимум. Мама. О, уж поверьте. Если через три часа они там не появятся, сам кое-что себе отрежу и пошлю вам. Ладно, счастливо, пока. Браво. Подкрадываться к индейцу лучше с подветренной стороны. Ты что, с конем говоришь? Мой дед рассказывал, было время, все звери знали язык. И теперь с глазу на глаз. Нет-нет, да и скажут слово. Но с этим конем не ясно, то ли он и вправду глуп. То ли прикинулся глупым. Я тебя похоронил. Тогда почему я жив? Конь сказал, ты сумрачный странник. Тот, кто ступил в мир теней и вернулся. Человек, которого не убить в битве. Конь точно глупый. Мой народ называет его Бэндиго. Сам я Тонто из рода Каманчий. Последний охотник на Бэндиго. А я-то зачем тебе? Мне было видение, что помощь придет от великого воина, сумрачного странника. Я бы выбрал кого-то другого. Твоего брата, может, тот был хорош. Он хочет тебя на части порвать. Ясно, опять порвать. Слушай, я понимаю, ты хочешь в гневе всех кругом на части порвать, верно? Да, и причина в том, что тебя ранили много лет назад. Сюда. Злые люди ранили малыша Атилы очень давно. Вот сюда. Они вырвали что-то из твоей души. Они вырвали любовь. Вырвали любовь из твоего сердца. Ребенок. Совсем один в шатре. А папа ушел. Вернулся. Да не она эта. Мак-Твист привел не ту Алису. Какая из нее Алиса? Настоящий Алиса. Абсолютнейший. Я сразу узнал тебя. Я сразу его узнал. Вот. А мы, как видишь, распиваем чили. Нам же нужно было как-то убивать время в ожидании тебя. Ты не очень-то и спешил, негодник. Ну, а время... Разобиделась и остановилась. Стоит, не тихает. Чашка. Странно, время течет во сне. Да-да, быть может. Но ты возвратился ведь. А стало быть, скоро бравный день. Бравный день! Меня занимают вещи, начинающиеся на литеру М. Что общего у ворона и письменного стола? Но моих клиентов это не волнует. Его же это не взволновало. Ох, перестать. Ты слишком чувствительный. И мир устроен иначе. Так устроен только ваш мир. Саймон, сядь. Саймон! Я познакомлюсь с будущим тестем и скажу, я безработный. Ладно. Есть и другой лифт. Мне нельзя увольняться. Мне плевать на эту информацию. Спорим, опять наверх поедет. На 20 баксов. Нет уж. О, боже мой, я только что уволился. Мне не нужна эта работа. Но я же беспокоюсь вовсе не из-за мамы. Я подумал про... про... Него. Ну, конечно. Когда написали? Так и знал, что спросите. Это не лишено смысла, да? Если двое пишут одно и то же, надо выяснить, кто из них первый. Вы сочинили рассказ в 97-м, а я в 94-м. Он был опубликован в июне 95-го в журнале. Неудача, мистер Шутер. Обошел вас на два года. Если кому обижаться на плагиат, то это мне. Буди, ракета. Спичка. Да! Спасибо, Сид. Нет, 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 нет. О, нет! Нет, 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 нет. Привет! Ай-а-а! Стоп! Эй, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Я напугал? Я не хотел. Прости, привет, меня зовут Вуди, а это комната Энди. Я это и хотел сказать. И еще тут вышла одна накладка. Тут мое место на кровати. Местный полицейский? Ну, наконец-то, я базлайтер. Астрорейнджер, войска охраны вселенной. Мой звездолет по ошибке сел здесь. Да, это ошибка. Ведь здесь на кровати мое место. А черт с вами! Том Хэнсон, УБМ! Мордой вниз! Офигел! Живо! Блин! Даг Пэнхелл, УБМ. Вы арестованы. Доминго, скажи им всем бросить оружие! Опустите. Опустите! Класс! Класс! Закрыли пасть! Вы запороли пятилетнюю операцию. Мы ж не знали, братан, ты потрясающий актер. Ты на свадьбе моей сестры играл на саксе. Не хнычь, я и трахал ее. Что? Эй, двоечники, вы хоть представляете, как чертовски тяжело внедриться в банду? Видите этот нос? Это накладной нос. Вот потаскаете гребаный нос месяцами напролет. Клей повсюду. Хуже ничего нет. Нам пришлось делать наколки на членах. На самом деле, я это так сказал ради прикола. Что? Ну, тебе идет. Стой, стой, мы знаем, что значит быть под прикрытием. Мы из отделения на Джамп Стрит. Да, бросьте, вы из Джамп Стрит? Да, да. Представляете, мы ведь тоже из Джамп Стрит? Детка, тут играть опасно. Лучше иди на тротуар, тут сильное движение. Ну, твой. Отец может думать, как хочет. Все же я офицер полиции и обязан следить. Пошел ты! Вагиклин, что случилось, пупсик? Чешется где не надо. Что ты сказал? Дело вот в чем. Тут нет ценника. Нужен ценник на Вагиклин, пятая касса. Повторяю, ценник на Вагиклин. Касса пять, понятно? Вагиклин. Видимо, у нашей покупательницы завелась плесень. Грибок на грибке. Вот неприятность. Она торопится. Эй, приятель, слыхал новость? Моему сыну Билли дали главную роль в школьном мюзикле. Так значит, он вправду голубой. Будешь играть на улице? Я отцу, пожалуй, с Чарли. Валяй. Я Ханка прыщавая. Так, так. Джек Воробей, не так ли? Капитан Джек Воробей, мой друг. А где же ваш корабль? Капитан. Присматриваю. И вот тут. Да, знал. Мало кто знал его, как у Уильяма Тернера. Остальные звали его Прихлоп или Прихлоп Билл. Прихлоп? Добряк. Хоть пират. Вы на одно лицо. Неправда. Он плавал на торговце. Был почтенным человеком и чтил закон. Он славный пират, дерзкий разбойник. В таком случае, мой дорогой, вы предоставите корабль и команду. И капитана. Гектор! Это мой самый наилучший друг. Знал, что рано или поздно ты остепелишься. Ты хоть с подарком? Сойдет. Выглядишь отменно. Походка пружинит, глаз блестит. Что, нога отросла? Это что такое? Почему она съежилась? Может тут холодно? Ей надо в море. Есть еще парочка фильмов, где Александр озвучил персонажей. Оптом дешевле. Угнать за 60 секунд. Ромовый дневник. Шалун. Так себе каникулы. На этом все. Пиши в комментариях, какой из персонажей Александра запомнился именно тебе. Все необходимые ссылки будут в описании. Также советую подписаться на группу ВК. Ведь там выходят новости каждый день. Субтитры подогнал «Симон»!